Дорогим ученым. Тоже и девальность? Подумайте сами. Народонаселение всей империи. Люди, птицы, сороконожки. А щетине в щетину, выберев перья, с отчаянным попытством висят на окошке. И солнце интересуется. И обрелище даже заинтересовало трубочисто черного в удивительное, необыкновенное зрелище фигура знаменитого ученого. Смотрит и ни одного человеческого качества. Не человек, а двуногое бессилие. С головой, откусанной начисто, трактатом о бородавках в Бразилии. Вкрызлись в букву едящие глаза. Ах, как букву жалко! Так должно быть жалко вымирающий ихтиозавр, случайно попавшую в челюсти фиаду. И скридился позвоночник, как оглоблей ударенный. Вы не ученому ли думать о пустяковом изъянии? Он знает отлично, написанное у Дарвина, что мы, лишь потомки обезьянки, просочится солнце в проботную щелку, как маленькая гноящаяся ранка, и спрячется на пыльную пору, где гормоздица на банке банка. Сердце девушки, выборенное в йоде, окаменелый обломок позапрошлого лета, и еще на булавке что-то вроде засушенного хвоста небольшой кометы. Сидит все ночи. Солнце из-за домишки опять оскладилось на людские безобразия, и внизу по танкуару опять приготовишки деятельно ходят в миглазии. Проходят красноухие, а ему не гудно, что растет человек глух и поколен, ведь зато он может ежесекундно извлекать квадратный корень. Это геометр ученый. Тоже издевательский? Это вопрос? Нет, это ответ. Это ответ. Конечно, издевательский. Что у него хранится там на полочках, в баночках? Что запомнили? Какой-то засохший хвост кометы. Такого не бывает. Да, конечно, такого не бывает. У вас колено? Что он? Да он тоже это взял, засунул в баночку, правда? Нет. Еще что? Что это там? А каменелый обломок прошлогоднего лета. А? Обломок лета. Да. Есть ли это? Да. Так, отломи кусочек. Отломи кусочек. Отломи кусочек. Вормало. Я его в баночку и туда должен. Правда? Так, еще. Там, помните, еще на булавке что-то вроде засушенного хвоста небольшой кометы. Конечно, такого нельзя взять, засушить хвост кометы и спрятаться. А что же я ученый это делаю? Что же это за ученый? Что для него цель главная? Он алхизм. Он алхизм? Нет. Не думал. Он вообще странный. На него все собрались посмотреть. Не человек, а в многое бессилие. Хлебет его сключился. Почему? Помните? Как оглобли ударил. Что? Нет. Как оглобли ударил. И скривился позвоночник. Как оглобли ударил. Значит, отчем он провозил? Возможно, от книгами, возможно, от своими записями, возможно, от систематизации, вот всякой этой чушьи, вроде засушенной кометы. Да? Но зато у него это все хранится. Он ученый. И на него столпились посмотреть все. С самого начала Маяковский настраивает нас на такой сатирический план. Народонаселение всей империи. Люди, птицы, сороконожки. Хорошее лето, товарищи. Люди, птицы, сороконожки. Да, раньше. Конечно. Люди, птицы и сороконожки пришли посмотреть на небывалое зрелище. Но ничего не надо. Более того, Маяковский идёт дальше. И солнце интересуется. Мало ли, люди, птицы, сороконожки, так ещё и солнце даже само интересуется. Что же такое ученый? И странное такое существо. Не человек, а многое бессилие. С головой откусанной начисто. Это как? Ну, не странно. Ну, он может быть... Кто откусил в голову? Тракета. Откусанная. А может быть... Тракета... А может быть, что я здесь вижу, то я из этого не угнала, как кажется. Возможно. С головой откусанной начисто. Возможно, и откусанной начисто. Но ты бы ни о чём не думаешь, кроме как о бородавке. Кроме как об этом трактация. О бородавке. Ни было безмозной. Ни было безмозной. Это важный предмет. Конечно, для кого-то важный. Конечно, для кого-то важный. Сгрызлись в уху едящие глаза. Оказывается, несмотря на то, что голову, у них почему-то глаза есть. Они в воздухе так пишут. Едящие глаза. А как у ушалка? Так должно быть живал вымирающий ихтиозавр, случайно попавший в челюсти фиал. Смотрите. Человек сравнивается с ихтиозавром. Это в его пользу или нет? Вот здесь. В этом тексте. Нет, конечно. Нет, конечно. Получается, что учёные, зарывшиеся только в свои книги, в свои дела, в глазах нашего героя, выглядят смешно. И даже временами страшным. Какую коллекцию он себе собрал? Странных вещей. Странные вещи. Сердцем женщины. И солнце, помните, да? Увидят эту коллекцию. Просочится солнце в крохотную щёку. Как маленькая гноящаяся ранка. Смотрите, какие неприятные сравнения. Смотрите, какие неприятные вещи, да? Солнце просочится, как гноящаяся ранка. Кто ещё сравнивал солнце с гноем? Никто. Никто. Да никто, пожалуйста. А у него вот так. Солнце лучиком своим, как маленькая гноящаяся ранка, просочится вот туда и увидит. Сердце девушки, выпаренное в йоде. Хорошая объект коллекции. Конечно же. Никто. Окаменелый обломок прошлогоднего лета. И ещё на булавке что-то вроде засушенного хвоста небольшой кометы. Вот такая прекрасная ухоница. Выпаренное в йоде сердце девушки. Окаменелый обломок прошлогоднего лета. То есть вещь, в общем, невозможная абсолютно. А почему? А может быть? Какого прошлогоднего лета? Нет, а может быть это не Светлана Барича, который... Нет, извините, там не сказали, что это хорошо. Он сказал обломок лета. А возможно... Он сохранил мне обломок лета. Извините. Возможно, это обменяйся, который нашёл летом в Росказоне. Извините. Обломок черный. Возможно, это... Он сказал обломок лета. Окаменелый обломок лета, который произошёл в прошлом лесу. Да, не скажу, да. Я не обменяю. Может быть, это значит, это. И, наконец... Помните, хвост кометы. Засушенный. Всё это в коллекции нашего знаменитого учёного. Этот учёный очень ограничен. Он видит, как внизу, под его окнами кабинета, идут гимназисты. Проходят красноухие. Красноухие. Вот там. А не помню, что растёт человек глупо и покоя. И зато он может ежесекундно извлекать обратный корень. Вот это для него цель. Это для него счастье. Но счастье, оказывается, на самом деле, очень убогим и мелким. По крайней мере, в глазах Гайковского. Вопросы? Это не вопрос. Надо сказать, что я с ним абсолютно не согласен. Пожалуйста. Как по мне, в полкарте, вообще-то своё. То есть для учёного, какой-нибудь новой школы, или ещё что-то. А для обычного человека, там новая песня и телефон. Мы о счастье ещё поговорим. Это далеко не единственная концепция счастья, правда? Точнее, о счастье. Ведь этот учёный, по-глюбовскому, совсем даже несчастен. На самом деле. Но это по-глюбовскому, он же не учёный. Так, так. Подумайте. Подумайте, насколько он счастлив или нет. Поговорим ещё раз.